МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сразу сегодня начнём, поразмышляем, и время останется в конце, помолимся. Час пройдёт, но и пините, а то часы сломаны у нас. Хорошо? Чтобы сориентироваться. Нейджин. Сегодня третье уже учение, которое я пытаюсь сделать, называется «Смысл» или «Суть христианской жизни». Другими словами мы назвали уже, что это откровение. Что то, с чего мы начали когда-то, это то, что написано, что народ без откровения свыше не обуздан. И что это значит? Это значит, что не обуздан, значит, не управляем. Значит, народ, люди не смогут прийти туда, куда Бог хочет, чтобы люди пришли в то место, в тот смысл, в ту суть, без откровения. Именно, и мы видели, как бы то, что пытаюсь сказать, то, что именно благодаря откровению мы как раз и можем прийти туда, куда нам нужно прийти. То есть, как бы, и что значит обуздывать лошадь, да, это вот узда, да, которая, если так задумался немножко, вот хорошей управляющей лошадью, да, которая, вот, да, если лошадь послушная, обузданная, да, и вот этот человек, который ей управляет, для нее достаточно легкого, как бы, вот, дергания, вот, чтобы она поняла, что ей надо повернуть. Понимаете? Настоящий, как бы, ну, человек, то есть, вот это вот взаимопонимание, да, наездника и лошади, очень такое, на самом деле, почти неощутимое для кого-то, может быть, да, то есть, он не тянет ей, голову не ломает, это не, понятно, да, не выворачивает ей, чтобы она свернула и не бьет ее сильно по бокам, да, то есть, настоящее такое управление лошадью, оно, вот, ну, очень, очень тонкой, тонкими движениями. Поэтому, ну, другими словами, что, то, что нам нужно, чтобы мы научились в своей жизни слышать голос Божий, слышать голос Божий внутри своего сердца, внутри своего существа, как человека, для того, чтобы мы могли прийти в хорошее место, потому что, ну, Бог благ, вы знаете это или нет? Бог благ, это что значит? То, что это Его сущность. Написано, Бог есть любовь, Бог есть свет, Бог есть истина, и Он благ, Он не может быть не благ. Вся проблема, что между нами и им существует что-то, что мы не можем к этой благости прикоснуться, и от этой благости питаться, и в этой благости пребывать, но у Него к нам всегда добро, Он не может быть тьмой просто, Он свет, Он всегда готов давать, да, и готов направлять, и готов говорить. И вся проблема в нас, на самом деле, что мы просто вот этот голос не слышим, мы вот являемся вот этой вот лошадью непослушной такой, да, если хотите такое, как бы сравнение. Но смысл в том, что Он хочет нас направить, и хочет, чтобы мы это тоже поняли, и чтобы мы прекратили сопротивляться, да, потому что, да, вот как происходит укращение лошадей, да, то, что она сбрасывает много раз себя и ездока, она ему не доверяет, она пугается, она убегает, она ни в коем случае не хочет, да, ну, с ней люди занимаются, укращают, 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 и в итоге добиваются результата. Поэтому, положенный кроткий написано, ибо они наследуют землю обетованную, понимаете. И смысл того, о чем мы тоже разговариваем, мы тоже уже поняли через эти образы, которые в Библии мы видим, то, что Бог нам говорит, это как Он, на примере народа израильского, когда Он выводит его из Египта, из рабства египетского, и ведет его в землю обетованную. И смысл нашего выхода из Египта, он не в том, чтобы просто выйти из Египта, чтобы просто решить свои проблемы какие-то, которые у нас есть, да, для многих из нас это такие какие-то, да, проблемы были, там, может быть, с наркотиками, с алкоголем и еще с чем-то, но по сути, да, просто рабство греха, рабство похоти, да, рабство неправильного смысла жизни вообще. И Бог выводит, и через Иисуса Христа, мы видим, Он выводит. Но та проблема, которую я увидел, которая существует, и которая, по-видимому, является даже большей проблемой, чем сам Египет, это вот это промежуточное расстояние между Египтом и между землей обетованной. Что это называется? Это пустыня, в которой написано целое поколение просто умерло. 40 лет ходили по пустыне, которая была по размеру 40 дней. Не было никакого смысла в этом, но они потратили всю свою жизнь на бессмысленную вещь. И это то, что я пытаюсь, ту проблему, над которой я пытаюсь размышлять, потому что поставить уже диагноз, поставить уже, обозначить проблему, это уже 50% решения самой проблемы. Поэтому это то, что я вижу, то, что происходит со многими верующими людьми в настоящее время, что люди однажды, они пошли за Богом, они вышли, Бог сделал что-то в ихних жизнях. И почему-то что-то не работает. И мы видим, что люди начинают разочаровываться, говорят в Боге, или я не знаю, в чем разочаровываться, или опять возвращаются к своему греху и так далее, к старой жизни, к старым мыслям. И в чем же здесь проблема-то? Мы можем... Я много раз слышал в моей проповеди обвиняющие такое поведение людей, что это проблема, что вы не должны так быть, вы посмотрите, возьмите себя в руки, идите вперед, ты должен идти вперед, тебе нужно и так далее. Но мы видим, что не все только в одном желании человека заключается. Есть действительно проблема целая, проблема вот этой пустыни, в которую люди были заключены. И мы уже разобрали, чем тоже является эта пустыня. Как раз эта пустыня является такой своеобразной формой религиозной жизни, душевных отношений с Богом. Потому что там были отношения с Богом, мы уже говорили, у них в пустыне. И манну они ели, и воду из скалы пили. Но, тем не менее, в землю обетованную они не вошли. И, соответственно, то, что там происходило, я и хочу еще раз вам говорить, что существует жизнь без Бога, существует жизнь как будто бы в Боге, но без смысла. Она выглядит как пустыня. И на самом деле такая жизнь не может привлечь других людей. Почему вот сейчас христианство чуть-чуть находится в таком состоянии, на самом деле, что люди не хотят идти в церковь. У нас много раз, как у христиан, нет силы, нет какой-то мотивации. Людей как-то вот, ну, не верят люди. Да, почему? Ну, если люди тоже видят, да, вот как другие народы, они тоже видели, ничего себе Бог, да, вывел из Египта и водит их там, и они что-то там в пустыне вот в этой задержались. Ничего красивого, ничего привлекательного в такой жизни нету, на самом деле. И поэтому вот, ну, я это и называю такой вот промежуточным этапом религиозной жизни человека. И что нужно здесь сделать? Какой выход из этой проблемы? Выход один. Войти в землю обетованную. Правильно ли я? Войти в землю обетованную. Чтобы вот этот этап промежуточный в твоей жизни, да, не тех отношений, которые Бог задумал изначально, он прекратился. И Библия очень много об этом вообще говорит, и я вижу в этом очень много проблем различных. Но то, что я хочу вам передать, для чего я сделал это учение вообще, да, что я считаю, что механизм выхода из этой пустыни – это откровение. Это откровение. Это понять смысл. Это войти в суть вещей. Это попасть в цель, да. Мы нарисовали, что это храм, помните, да, что это храм состоит из разных уровней. И храм – это мы, это символ нашей духовной жизни, так сказать, да, того, где мы можем находиться в храме, да, кто мы есть на самом деле. И смысл в том, чтобы попасть в цель, потому что вот здесь нарисована мишень, да, и написано, что грех означает это жить мимо. И суть и смысл греха – это не в том, что пить, курить и матом ругаться. Суть греха, вообще, смысла – это то, что вот каким бы то ни было образом увести нас от смысла, от цели, для того, чтобы ты не задумывался над смыслом. Как-то тебя отвлечь, как-то тебя занять. Каким бы то ни было образом, но увести тебя от цели, от смысла, от того, чтобы ты не вошел туда, куда тебе нужно войти. Можно это по-разному называть, свое призвание, свое осознание, свое предназначение, да. И есть такая вот модель, я ее попытался дать, попытался на людях промышлять именно таким образом, что есть суть, есть смысл, в который нам нужно прийти, который нам нужно осознать. Это святое святых, мы туда попадаем через жертву Иисуса Христа, через его смерть, через этот смысл. Поэтому никакая другая религия, она здесь нам помочь не может в этом, потому что, ну, это место находится, по сути, за гранью жизни. Это переход через мир. И эти символы мы видим даже также в переходе, вот, и в выходе израильского народа из Египта. Мы видим, что они первый раз проходят через море. Вы знаете, да, когда Моисей бьет посохом, и они проходят через море. И вся египтская армия, она погибает в этом море. Ну, и я здесь вижу такой вот некий символизм тоже, это как нашего водного крещения, да, что когда человек принимает такое решение идти за Богом. И тут, ну, как бы, кроме его вот просто желания и вот этого послушания, ничего от него вроде как не нужно, потому что, ну, все само собой развивается. Моисей ударил, вода раскрылась, люди прошли. То есть там вот этот вот народ провели, вывели, как бы, да, как будто бы вот так во сне. То есть смысла много там не было. Но они оказались вот опять в этой пустыне, и там дорогу в землю обетованную преграждала река. Река называется Иордан. И это тоже символизирует как раз смерть. Тоже как раз символизирует смерть, и через эту реку, если мы помним, они тоже прошли, и вода тоже раступилась. И вот сегодня в конце мы посмотрим тоже, как это произошло. Потому что это уже символизирует именно, ну, вот этот вот переход, вот этот вот проход, когда ты сначала, ну, от тебя ничего не зависит, а потом именно вот ты... Ладно, не буду вас томить, они прошли тоже откровением. Там написано, что левиты взяли, было сказано, вот пускай левиты возьмут ковчег откровения и войдут в воду. И когда они вошли в воду, по щиколку, вода раступилась. И все они прошли. Это был выход из пустыни, вход в землю обетованную. Это уже когда, то есть, понимаете, да, то есть уже не было Моисея, не было ничего. Было что? Был ковчег откровения, были левиты. Понимаете, была группа людей, это уже народ Божий, наученный, когда люди, взявшие на себя ответственность, взявшие на себя это откровение, группой людей пошли в эту землю. Для меня здесь являются вот эти символы того, как, ну, что на самом деле должно происходить. Что откровение, это тоже не для одного человека. Насколько бы там один человек не понимал все, не разбирался бы в откровениях, там, да, не видел вот со своей стороны, как бы, да, суть, смысл христианства, не объяснял, а этого будет недостаточно, потому что откровение один человек нести не может. Нам, мы тело Христово здесь на земле, поэтому, ну, откровение несет группа людей. И у нас, в принципе, вот мы тоже хотим на этом строить, на этом стоять, потому что, ну, как бы я не хотел, например, вам все объяснить, я не смогу это сделать, я не смогу один это все понести, это откровение и так далее. Но мы еще чуть-чуть в это вернемся. И мы посмотрели в прошлый раз про апостола Павла, как бы, и вот на его борьбе с этими иудеями, когда он боролся за сути смысл Евангелия, за сути смысл Иисуса Христа, его приход, он боролся, помните, против чего? Против обрезания, да? То есть боролся против людей, которые несли и стояли твердо на своих убеждениях, на своих традициях, на то, что им было передано от предков, да? От прошлых поколений, как они были научены. И они в этом видели, что на этом нужно стоять, потому что именно это и есть вера, на которой нужно стоять, переданная от отцов и от других поколений, да? И все вот эти вот моменты, да? Но, и мы видим вот тот подход как раз, который и должен измениться для каждого человека, то есть, потому что, с одной стороны, вот такое стояние в вере, да, такое стояние на убеждениях, которые в тебя заложили, которые тебе передали, которые тоже однажды пришли от Бога, и ты на них стоишь, ты можешь думать, что вот это и есть жить по вере, да, стоять на таких вот убеждениях. Но вот из этой борьбы с апостолом Павловым мы видим, что настоящая жизнь по вере, она как раз и заключается в том, чтобы включить голову, да, включить голову, размышлять и понять суть и смысл происходящего. И если нужно какие-то вещи уже оставить или переосмыслить, значит, их нужно оставить и переосмыслить. Это то, что мы видим там. И я здесь вижу вот именно вот этот вот подход к нашей с вами реальности. Пускай это немножко сложные как бы вещи, да, я понимаю, что я говорю о каких-то сложных вещах, залазиваю там вот в мозг, но это действительно так, что мы должны научиться думать, научиться быть действительно живыми, научиться понимать и получать это откровение от Бога, чтобы вот эта вот жизнь живая, настоящая, она заработала, зафункционировала. Потому что вот мы видим, как вот это было противостояние целое двух систем, понимаете, на которой было куча людей, которые стояли на своем, их было много, они были очень авторитетные, они были очень праведные, да, по своей жизни, да, они были очень верные, и был один Павел с другой стороны, со своим просто откровением, понимаете, с этим пониманием, с этим смыслом, с тем, что ему Бог сказал на самом деле, да, и он за это дал всю свою жизнь и боролся за это до смерти, понимаете, боролся за смысл, боролся за откровение, боролся за правильное понимание смысла, боролся за Христа, другими словами, потому что те люди не были против Христа, Но те люди были против того, что Павел начал думать по этому поводу. И это такое противостояние между двумя пониманиями, отношением вообще, как практиковать в жизни. То есть стоять на буквальности, на том, что может быть даже здесь написаны многие вещи. Или все-таки вникать в суть и получать от Бога смысл, живой настоящий смысл. У евреев даже слово, 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 есть, ну как два перевода, не два перевода этого слова. А у нас язык такой, да, мы говорим слово, да, и мы вот, мы говорим про это, да, слово было у Бога, слово Божье, там, да. Но у евреев это слово, которое, например, которое написано здесь, слова, которые здесь написаны, они называются логос. Логос, слово. Но есть другое у них понимание, которое называется рему. Это слово, живое слово, которое уже, именно вот, живое, которое сказано тебе Богом, понимаете, ожившее такое слово. Тоже примерно об этом. То есть рему это уже слово, действенное слово, ожившее. Не просто написанное, но именно ожившее уже. Вспомнили мы, да, немножко про это все дело? Давайте я вам, помните, я вам листочки эти давал, да? Откроем 118-й Псалом. Я все-таки хочу прочитать немножко эти вещи. 118-й Псалом, это Псалом, самый-самый-самый большой Псалом. Сколько там стихов? 160? 176. 176 стихов. И эти стихи, вообще весь Псалом очень похожий. Как будто бы вот об одном и том же, об одном и том же. Но весь этот Псалом как раз вот об слове. О откровении, о законе. И все эти понимания, такие как слово, радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль, да? Или откровения твои, естественное, да, богатство. Или там законы твои, люблю всем сердцем. Это в принципе человек говорит об одном и том же. Об откровении, о том, как вот, о живом этом слове, о том, как Бог, ну вот, как человек радуется. Да, вот, например, даже мы возьмем, да, там есть стих такой. Радуюсь, 162 стих. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль, да? То есть, и мы даже по смыслу можем понять, чему радуется человек, когда так восклицает. Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль. Мы понимаем, что он радуется не тому, что вот здесь написано, понимаете? Потому что, ну, тогда бы все радовались, просто вот, получив Библию, читая Библию, все бы сразу радовались, подобно ему, получивший великую прибыль. Просто по факту, потому что вот слово есть, и он радуется. Значит, он радуется слову, именно вот смысл этого слова, то, что Бог проговорил ему. Он может проговорить через слово тоже, да, когда ты читаешь это слово, или просто проговорил, да, но то, что ясно, это человек говорит об определенном моменте таком, что вот он радуется слову Божьему, да, вот этому живому слову, откровению, которое есть в нем, которое он получил. Представьте, как он радуется, с чем он сравнивает, как получивший великую прибыль. Это же, ну, на самом деле очень круто. Мы, просто мы даже, ну, многие из нас не получали великую прибыль, правильно? Но мы все хотим получить великую прибыль, правильно или нет? Мы хотим найти чемоданчик какой-нибудь с деньгами, там, или какой-нибудь суперобъект, где, там, не надо много работать, но денег просто вообще столько привалит, что все можно покрыть, купить и так далее. Мы все это очень хотим. Это и есть великая прибыль, на самом деле. И, ну, мы так созданы, это совершенно нормально, что мы, ну, мы хотим прибыль, мы хотим клад, мы хотим сокровища, мы хотим халяву такую, да, мы хотим что-то вот в своей жизни. И мне очень нравится, как этот человек говорит об этом, как он сравнивает вот это вот Слово Божье, да, вот этот вот смысл, который он от Бога получает, то, что Бог проговорил в его жизни, и он говорит, я радуюсь твоему слову, как получивший великую прибыль просто. Подумайте немножко над этим. И немножко хотел вам тут вот эти стихи, я вам пытался сделать эти бумажечки со стихами, но когда раздал эти Библии, я увидел, что там другой перевод немного, и слова не совпадают, поэтому решил, я сам вам немножко прочитать, просто вот именно из этого псалма, я тут выписал именно те стихи, которые говорят об откровении, вот второй стих, «Блаженный, хранящий откровение его, и всем сердцем ищущий его». Да? Не буду объяснять. 31 стих. Это один из моих любимых стихов, вам тоже вот советую его. «Я прилепился к откровениям твоим, Господи, не постыди меня». То есть, да, человек тоже так формулирует вот свои вот понимания, что он говорит, я прилепился к откровениям твоим, просто вот меня прилепило, я все такое прилепился, да, это прям вот, ну, сросся, прилип, да, то есть, что такое, вот я весь прям вот хочу впитать это в себя, понимаете, и тоже такое слово, да, вроде как не совсем духовное, да, «прилепился», но он реально вот таким словом объясняет, что я прилепился, я прилип к откровениям твоим. И это действительно отражает, вот, ну, для меня это отражает ту суть, которую я хочу тоже передать, то, что в моей жизни это произошло уже, и вот цель всего того, я хочу вам это передать, чтобы мы вот, ну, оценили на самом деле, что это все реально, что это все работает, нам надо прилепиться просто вот к откровениям. Также написано, вот слово «прилепился» используется, когда говорят про мужа и жену, и прилепится мужчина, да, к жене своей, то есть вот они тоже прилепляются, и станут уже двое, не две, но одна плоть, да, и мы видим, что это прилепление, это вот, ну, реально соединение полностью. Человек так тоже охарактеризовывает. Потом 36 стих. «Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корысти». Да, тоже вот. То есть он просит, он понимает, на самом деле, почему вот он тоже так говорит. «Преклони сердце твое к откровениям твоим, а не к корысти», да. Другим словом человек тоже вскрывает свою борюбу. Почему он говорит о корысти, да? Почему он говорит? Потому что чувствует, что корыстен, и мы часто, ну, мы корыстны, мы хотим, ну, мы не готовы часто иногда так вот безвозмездно что-то делать, но мы хотим получать тоже как бы прибыль, и вот человек видит это в себе, да, эту корысть, и то, что он противопоставляет, это как-нибудь, ты мне, преклони мое сердце, сделай так, чтобы я вот этого желал больше, чем вот просто вот эта вот жажда постоянной наживы, там, денег и так далее, того, что мне не хватает. То есть человек настраивает, да, свой разум, направляет свои мысли вот туда, понимаете, к настоящим ценностям, да. Это борьба на самом деле, это наша часть, да, чтобы вот, ну, не о деньгах все время думать, да, не о том, что нам все время надо, хочется и так далее, не хватает, преклони сердце мое, да, и это к тому вот, о чем молиться-то на самом деле надо, да, мы иногда не знаем, о чем молиться, я человека, тут вчера я разговаривал, я его спросил, мы как говорили про молитву, я говорю, ну, как нужно молиться, что нужно делать, и он говорит, я молюсь, я говорю, а что ты, а как ты молишься? Ну, я вот читаю «Отче наш» каждый вечер там, ну, и за семью, за это, ну, нормально, но это шаблоны, понимаете, это шаблоны, я ему то, что говорю, ну, да, это шаблон, то есть ты пытаешься, там, читаешь, и я говорю, ну, а кто ты, вот, чтобы вот, там, за свою семью молиться, да, тебе еще, ну, самому нужно со своими проблемами разобраться, а Бог будет покрывать, как бы, твою семью, мы думаем, что, ну, если мы попросим, Бога покрывать нашу семью, покрывать вот эти наши вещи, то это, как бы, хорошая молитва, но, это нормальная молитва, это хорошая молитва, но это такая молитва человека, уже, как бы, ну, как будто бы Бог уже обязан его слушать в этом, да, но, часто нам нужно вот, решить эти проблемы, которые действительно есть в нашем сердце, что, кто мы вообще на самом деле, да, они выступают в роли такого священника, так сказать, потому что, ну, когда вот, священник, он покрывает, да, свой дом, но священником нужно еще стать, для того, чтобы прозить Бога, чтобы он заботился о твоих делах, о твоей семье, там, и так далее, то есть, поэтому я говорю, что это шаблоны, что это образы, что вот это вот, как бы, правильная молитва, для меня правильная молитва, это вот, искренняя молитва, то, что есть на самом деле в твоем сердце, что ты вот действительно чувствуешь, что ты видишь в себе, и мне вот это вот даже больше нравится, то, что человек борется и говорит, преклони мое сердце к откровениям твоим, а не к корысти, понимаете, вот я здесь вижу такое хорошее направление, такое начало для духовной жизни, для сознания вообще, куда нужно идти, 24 стих, «Откровения твои, утешение мое, светильники мои», тоже, да, тоже об откровениях, да, то, что светильники, то, что они освещают, освещают, сути, смысл, то есть, да, мы можем взять такой образ, откровения, светильники, все, светильник, посмотрели на светильник, и даже не поняли, что происходит, но он говорит, «Откровения твои, светильники мои», «Советники мои», «Советники мои», да, и что там? Тот четвертый, а, «Советники», да, извиняюсь, ну, по-моему, про светильники тоже будет, ладно, «Советники», да, перепутал, более-менее, не будем заострять внимание, ну, может, до светильников еще найдем, дойдем, поэтому реабилитировать, 111 стих, «Откровения твои я принял, как наследие навеки, ибо они висели сердцем моего», да, ну, все ясно, не обязательно все объяснять, 138 стих, «Откровения твои, которые ты заповедал, правда и совершенная истина», тоже такое красивое определение, да, что такое откровение, да, правда и совершенная истина, именно вот, именно он говорит, это откровение, правда и совершенная истина, то, что вот, когда смысл и суть доходят, да, то, что я хочу сказать, то, что, ну, не просто то, что вот ты прочитал не просто что услышал не просто то чему тебя научили там раньше и как ты все представлял передали предки там передал твоя конфессия или еще что-то откровение они правда и совершенно истина то есть мы должны к этому прийти 167 стих душа моя хранит откровение твоей и я люблю их крепко человек так говорит 130 стих откровение слов твоих просвещает вразумляет простых то есть это мудрость это вот именно действительно вас освещает и вразумляет простых тех кто открыт для этого потому что но иисус тоже сказал будьте простодушны как голуби и мудры как змей да и это тоже очень важные факторы некоторые не хотят быть христианами только потому что христиане как будто бы такие вот наш голуби такие простодушные которые для всех понимаете да то есть вот это вот представление иисуса христа тоже как такого агнца что там 105 стих 105 хороший да а ну да вот но это слово двое светильник ноге моей средстве зимой я же знаю я по смыслу то все все правильно но еще раз да то что откровение чудо написано было слов твоих просвещает вразумляет простых да и вот опять слов просвещает да понимаешь такое слово просвещает это вроде как свет но мы понимаем что это про чем говорится про знание то есть как бы просвещение на самом деле приходит просвещение суда да когда смыслы опять же до нас доходит мы реально вот видим все становится светло то что что делает знает делает свет он делает все видимым просто все очевидным то что есть ты видишь то что есть что делает свет он видео он показывает тебе то что есть на самом деле это смысл свет и вот откровение они тоже просвещают они делают для тебя вещи ясными очевидными они вот умудряют простых вразумляют простых 157 152 на наверное не буду я дальше это все читать но вы поняли да что что здесь о чем здесь говорится что вот это тоже как доказательство того что это очень важная тема что мы об этом говорим вообще что мы сделали там не одно собрание для этого чтобы вот именно поговорить об откровении что даже сам 118 и псалом который весь пропитан просто пониманием того что такое откровение и высказываниями людей именно по поводу к насколько важно откровение насколько важный минут это божье слово и вот этот смысл открытый мы видим что самый большой самый такой вот ну его на самом деле любит поэтому кто хотел тоже ключи для того чтобы как-то вот расти духовно да как-то вот жажда этих откровений ну читайте сто восемнадцатый псалом в молитвенной форме по чуть-чуть может быть каждый день с утра вечером но как бы как бы беря эти слова которые там написаны как для себя его можно читать там перед тем как ты собираешься читать библию или еще что-то делать какую-то часть этого сто восемнадцатого псалма с таким сердцем что ты что это не ты верни же не этот человек говорит что это ты говоришь богу как бы ты пытаешься вот об этом богу вопросе и и это помогает именно вот открывать свое сердце перед богом проехали мы сто восемнадцатый псалом поэтому но мы здесь видим да что здесь откровение что человек прилепился что они дороже золота что человек их очень любишь и человек их хочешь что они вразумляют умудряют простых что что это веселье сердце и и сокровище и так далее да и это все смыслы на самом деле которые вот нам нужно понять дальше поедем то что я обещал разобрать посмотреть откровение это что лежало в ковчеге то что мы читали в евреям 9 главе когда мы это место проходили там было написано то что там было так-то светилище построена где совершаются жертвы там было святой святых стоял ковчег дур там это названо еще очистилищем в котором лежали что сосуд сманы посох и скрижали завет да мы видим каким-то образом эти три символа оказываются в ковчеге но павел говорит о всем не надо бы на теперь говорить подробно поэтому об этом говорит не будет я жучу будем ну немножко потому что павел нам сказал что об этом особо подробно говорить не надо но мы немножко поговорим но не очень подробно и так первое да там лежал сосуд сманы как бы они вот его положили это что вы помните да это вот бог когда они были 40 лет в этом в этой пустыне про который мы говорим из которой надо выйти бог их питал каждый день хлебом с неба выпадала некая такая субстанция которые назвали манна по сути вот мы называем это манны и некоторые же это манка но по еврейское слово манна а ну знаете что означает мэнэ она говорит и перевод этого слова что это понимаете чё это понимаете вот это когда выпадала вот это ничего это но за не шли это ели и там очень было так что каждый разные люди чувствовали разный вкус вот кто чего хотел ну или как хотел или представлял там зато той и как бы и вкушал то есть для каждого она являлась чем-то таким своим особенным своим привкусом там и так далее о чем нам это символ может говорить ну если мы говорим об откровении нам и символ говорит о том что откровение это пища это духовная пища на самом деле это то что нас кормит на самом деле то что вот наполняет нашу жизнь то 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 вот мы здесь собираемся слово божье изучаем да и ну мы питаемся мы растем это дает нам как бы сил дает нам вот это вот желательно нижна силы именно до продолжать на следующий день но это все равно связано чуть-чуть с пустыней и это на самом деле ну не совсем то что хочет чтобы было у нас понимаете как бы вот если говорить о манне как вот отдельное учение такое то что все-таки манна это была пища для пустыни понимаете манна это была пища для пустыни и как бы там были такие моменты они уставали эту манку есть вообще они просто я не говоря чем мясо хотим мясо перепелы прилетали падали они шашлыки ели жарили все аж плохо становился потом опять манн манну и там это вот последний он даже последний год или как-то по всем время манна перестала падать когда им нужно было выходить из земли обетованной манна перестала выпадать да то есть ну другими словами можем как будет на это посмотреть что если эта пища то эта пища духовная пища но но как бы еще не твоя это можно так вот сравнить с откровениями которые может быть еще так не до конца твои можно сказать да когда вот мы больше слушаем там от людей пробовать или еще что-то когда мы так со стороны это но бог кормит бог через это у нас растит бог через это нас ведет наполняет жизнь поддерживается мы продолжаем жить но это не совсем то пищу потому что то пищу которая земле обетован там написано это молоко и мед ну не только там это но это символ то что там вообще все будет в порядке с пищей и сладкое и молоко и и разные вещи да но тот смысл который хочу передать что откровение это то что наполняет то что насыщает то что действительно поддерживает дает силы и дает нам двигаться второй элемент который там был это скрижали может быть даже это наверное да самый главный момент мускай потому что где-то есть их такое моего недавно там находили что в начале в ковчеге ничего не было кроме скрижали мы как раз спорили по этому поводу чужих чужих правильно чтобы там были только скрижали и вот те вещи которые там появились уже потом тоже важны я считаю раз они появились раз библия это описала нам значит они тоже важны но именно как бы скрижали нам больше всего отражают сути смысл откровения вообще как она действует и что это такое то есть что там было это были скрижали это были заповеди которые моисей получил от бога для того чтобы передать который человек должен был исполнять то есть это законы божественное понимание жизни что человеку нужно делать что еще как человеку нужно жить и мы имеем такой образ что вот эти скрижали были написаны на камне и и как раз вот то к чему нас ведет новый завет и откровение это то что написано что вот новый завет евреям по моему 10 глава 8 написано что вложу законы мои в мысли ваши и напишу на сердцах ваших и не будет учить ближний ближнего своего говоря познай бога но все от мало до велика будут знать меня ибо я буду милостив к неправдам их это нам говорится о новом завете это нам говорится о том смысле который бог на самом деле хочет чтобы произошло с нами до что вот этот закон который да бог нам дает и который он дал на примере своего народа он был не снаружи нас да это он не был какой-то отдельной от нас информации в котором мы может быть иногда заходим иногда из нее выходим иногда мы ее слушаем иногда мы не всегда можем слушать и так далее то есть это что то что вот как бы да важно что это как бы влияет что это направляет и так далее это то как у них это работало но то как бог хочет чтобы это работало поэтому он и положил это в ковчег поэтому мы говорим об этом что нам сюда нужно что он заложил это вот внутрь в сердце в суть смысл христианской жизни что эти законы должны быть написаны на сердцах на умах и это должно работать как что-то принадлежащее тебе то есть ты уже сам являешься просто вот потому что ты так видишь ты так думаешь не просто как бы исполнителем этого закона даже да ты его исполняешь что тебе написано делать да то есть как это может работать происходит ситуация когда это все снаружи и ты на какую-то секунду минуту час ты берешь паузу как же правильно в этой ситуации поступить да как как вот по закону то начинаешь вот искать эти привязки в законе далее эти вот как здесь правильно поступить понимаете вот это как не должно это работать но мы как люди большую часть свое время своей жизни именно так и функционируем то есть мы ищем эти привязки чтобы а как здесь правильно понимаете но новый завет нас ведет в такую жизнь и в такой смысл что эти правила эти смыслы в принципе являются тобой понимаете просто вот твоими мыслями твоими понимаете и ты уже автоматически даже не можешь быть непослушен как бы богу и против него как-то вообще думать потому что уже вот ну твои мысли являются его мысли исполнением вот этого закона понимаете ли не это вот ну вот это вот может быть немножко это фантастично да как будто бы невыполнимо но я верю что и я видел что есть люди которые этого достигли которые ну вот все что они делают все что они думают практически это является вот словами мыслями бога да и правильным исполнением и даже и и и мы вот многие из вас были свидетелями того что многие люди даже могут это не понимать человек может даже ну находясь вот в духе до находясь в правильном состоянии своего сердца говорить какие-то вещи или делать какие-то вещи которые даже чуть-чуть здравому смыслу могут противоречить но они происходят они работают понимаете они вот ты видишь что они исполняются и и это как бы откровение это суть это смысл да то что вот иисус по воде пошел да то есть как бы для нас это вроде как нарушение законов естественных да но законы уже ему подчиняясь понимаете эти эти естественные потому что этот закон в нем был понимаете уже закон вокруг него построят не знаю каким вам еще примерами это объяснить но я надеюсь вы поняли нет поняли нет чуть-чуть что наше настоящее состояние то в которой мы должны прийти и смысл вот этих скрижали вот этих законов которые даны нам снаружи которые мы пытаемся на себя натянуть в которой мы пытаемся войти которым тайси исполнить так или иначе ищем для себя а как здесь поступить а как там поступить вот по-настоящему как бог нас задумал да это вот чтобы даже не спрашивала а как здесь что же ты хочешь ты делаешь то что ты хочешь то что ты хочешь это бог хочет это для меня вот это вот то что говорится а вот это новом завете он говорит вот новыйが который я дам вам что я завожу законы свои в мысли вашей напишу на сердцах ваших и не будет уже написано учить ближний ближнего своего говоря познай бога понимаете потому что вот в этом стане кому говорить если все как бы вот все понимают одинаково правильно все все вот им все как бы открыто но это некое такое будущее как чуть такая нереальная картина но именно так написано в библии что я вложу законы и не будут учить уже и все написано малого до великого будут знать меня в определенном времени говорится и я хочу верить в эту мечту потому что ну то что происходит с нами с христианами это мне очень сильно напоминает эту пустыню что просто вот прорваться не можем не можем третий момент какой который там был далее о чем мы сейчас и вот это вот это делает откровение то есть в нас такое состояние может привести только окровение не исполнение всего как можно больше исполнить потому что как можно больше исполнить концу варе это здесь это то что мы говорили про апостола павла что я вот если кто хочет этим хвалиться он говорит то я более потому что я это делал я это делал я то делал я вот все делал но и это я сейчас почитаю щитой на потому что он понял что весь смысл во христе и только через христа и поэтому первый план жизни он посвящает этому пути второй план жизни настоящему пути но смысл здесь тоже какой что какого человека бог ну пустил суда какого человека такого человек который вот пытался через этот путь тоже пройти он очень сильно пытался поэтому ну здесь очень такая своеобразная как бы грань с одной стороны не надо делать ничего да с другой стороны надо испробовать все способы чтобы туда попасть и только на основании того что ты исправишь испробуешь все способы туда попасть туда попадешь ну это так было спал бывает по-разному наверно третий элемент который лежал в ковчеге откровения это посох посоха арона о чем это тоже чё за символ как туда попадает этот пост попал он туда так что однажды был конфликт что лидеры колен израильских они сказали а чё это арон то будет служить как священником почему вот он а почему не мы и тогда бог сказал через моисейского ну тогда возьмите каждый посох пусть каждый лидер возьмет свой посох и пронесет в скинью и положит перед ковчегом и все так и сделали положили на следующий день пришли и увидели что посоха арона что сделал раз да то есть вот этот вот мертвый посох он расцвел и после этого его там так и оставили на было подтверждение то есть что и за символ да какие мы здесь можем сделать выводы что это мы говорим об откровении мы говорим о то что как бы да то что работает и как это работает то что все что делает откровение на самом деле мы видим что бог сделал так что вот благодаря этому посоху другие люди увидели лидерство до подтверждение то есть другими словами да символ посох это символ тоже подтверждение власти божественной того что бог тебя ставит того что бог тебя ведет поэтому я я верю в то что каждый человек должен это в жизни своей ощущать что он христианин не просто потому что его кто-то когда-то привел в церковь только потому что есть подтверждение того что тебя суда бог ведет и это бог собой работы и помимо этого что не ты один должен это подтверждение получать потому что ну ящички и люди которые вокруг тебя они тоже должны через то откровение которое в тебе через то вот как ты живешь как ты ведешь как ты думаешь как ты говоришь они это подтверждение тоже как бы получает это символ посоха да и тоже посох это символ служителя символ пастуха да потому что человек с посохом он тоже как бы символизировался как как пастуху да и это тоже то что делает откровение то что ну христианин это служитель на самом деле это что написано про поэтому тоже некоторые ну думают что можно быть верующим и просто сидеть но я честно говорю в не верю что есть христиане которые нужны просто чтобы сидеть в церкви каждый христианин это служитель в той или иной степени и написано вы цари и священники вы царственное священство понимаете то что это тоже это то что делает откровение понимаете это не то что я вам сейчас говорю и не то что избрание арона было каким-то особенным а это то что является что то что производит откровение в жизни человека но делает из него как бы вот служителя нового завета до служителя проповеди евангелия просто и как бы с подтверждением с властью с всеми этими делами то есть посох это также опора также как бы статус на перед другими людьми и тоже то что ну это еще сверхъестественные вещи в жизни человека потому что ну должны быть тоже сверхъестественные подтверждения потому что бог он их дает он не живое делать живым и то что здесь произошло то что посох который вроде был ни на что не год ну как бы не мог прорасти он пророс и он произвел то есть как бы это тоже такие символы которые ну должны быть жизни христианина по-настоящему как бы но все это должно быть там должно быть в центре все с этими вещами я закончил потому что опять же до после павел чё нам сказал не надо об этом сильно подробно разговаривать потому что мы знаем что вот апостол и он нам написал то что само помазание она научит тебя всему поэтому мы обо всем об этом разговариваем информации много но то что на самом деле должно быть по-настоящему то что бог он сам научит человека постепенно всеми всем 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 этим моментам просто ну все эти на самом деле области в жизни человека они есть они есть поэтому ну христианин это вот ну не просто читать библию молиться есть очень много практических таких областей которые есть и этой пищи этой радость до этой власть духовная это и служитель этой твои мысли как мысли бога и так далее то есть видите как много на самом деле этой информации которые там скрыт до которые просто вот зашифрована так сказать поэтому я люблю откровение обожаю просто откровение и та задача моя вот которую я чувствую на себя и который я сам себе определил это сделать хоть как-то для вас то чтобы вы обновили свою любовь к откровению кто-то чтоб обновил кто-то может быть что захотел в это что в это все можно влюбиться да и так далее увидел в этом какой-то смысл и не просто христианскую религию которая не имеет никакого смысла но действительно очень и интеллектуальная и наполнена различными хорошими вещами теперь перейдем практической часть что я обещал дать и должна один человек прям ждал что я что-то дам что я расскажу я то что я сказал да что я дам вам какие-то ключи такие что я но научу вас до получать откровение дам какие-то механизмы такие практические как можно это делать и вот мы даже разговаривали с человеком я говорю ну я дам что для меня работает но это не факт что еще ты сможешь чтобы это все работало потому что нужно и время и еще есть особенности как бы ну это к тому что знать иисус однажды сказал что вы познаете истину и истина сделает вас свободным да и я помню когда я это услышал я тоже захотел так познать истину чтобы она сделала меня свободно но это не происходит вот ум ты узнал какое-то одно глобальное знание такое которое ты понял и ты все с этим пошел там есть выше стих такой то что это ска это он сказал людям которые в него поверили если вы будете следовать моему учению то вы истинно мои ученики и вы познаете истину и истина сделает вас свободным поэтому познать истину она заключается в том чтобы вот следовать учению иисус христа и познать это учение как бы полностью познать христа насколько можно больше да и и это приносит жизнь как бы освобождение приносит жизнь радость и все остальные вещи вы со мной вообще нет я как-то гружу сам себя ну ну давайте мы чуть скажем попрыгаем немножко хотели бы вы получить ключи хотели бы чтобы вот иисус сказал петру я даю тебе ключи помните он говорит блажен ты симон петр ты получил это от бога это откровение на самом деле если взять эту ситуацию ну сказал и сказал петр я вот вообще-то там никакого откровения не увидел ты христос сын божий мы знаем из библии что иисус христос сын божий проще простого а еще сложнее получить невидимые ключи такие я дам тебе ключи и ты будешь боже да будешь открывать и закрывать дам тебе власть супер класс петр получил это и наверное потом остальные какое-то время он все ждал когда же ему ключи дадут когда же ему дадут вот конкретику когда он возьмет эти ключи волшебные такие дать чтоб открывать иисус пошел и да и на крест еще ушел умер являлся им потом да и все потом вознесся да и я просто думаю петр он осознал тот момент когда ключи пришли в его жизни или не осознал и что эти были заключивающие и только ли петру он дал ключи и вообще да поэтому основная практическая часть как получать откровение хороший пример с ключами то как пользоваться ключами вот есть одна дверь и у меня есть 10 ключей как мне открыть эту дверь методом тыка очень хороший метод метод тыка идти и пробовать правильно подбирать эти ключи есть двери есть ключи правильно нужно просто брать и что-то пробовать брать и делать да и создать другим ученикам сказал исследуй или кому-то и семь сказал исследуйте писание исследуйте писание потому что все писания говорят о мне ничего себе вот стоит перед ними тогда учитель какой-то и говорит что эти писания говорит о нем все писания о нем о нем одну поэтому вы представляете вот вся эта библия все все это писание она вот только об этом этом смысле который мы должны понять который должен нам открыться не мы его не сможем там в одно предложение в одну фразу там вместить и как-то это все осознать и понять но иисус скалы следует исследует писание и о чем нам то что ну первое вообще смысл вообще нас как христиан это изучать слово божье надо читать слово божье с целью изучать его не просто вот читать слово божье что бог как-то параллельно независимо от тебя что-то сделать я считаю а бог пускай ну так тоже можно но дольше как помочь но богу для того чтобы включить тебя включить тебя чтобы эти ключи заработали чтобы включить наш наш разум нас нашего духовного человека для него необходимо в человека заложить как можно больше информации именно вот этой информации слово божье понимаете то есть поэтому и нужно и изучать и изучать писание поэтому нужно читать поэтому нужно интересоваться и библия такая книга которую очень трудно читать я вам скажу которую очень трудно читать и читается она очень медленно и очень тяжело может быть кто-то скажет что это не так мы это скрываемся друг от друга но это так потому что ну это ну это такая пищи ты очень много и сразу вместить не можешь ты можешь первый раз ее быстро прочитать и часто бывает так что выветрилась но для того чтобы вот ну реально она у нас прогрузилась так сказать да сейчас есть очень хорошее слово такое до от компьютеров у нас про групп загрузить до информацию прогрузить этот файл до прогрузить эту информацию прямо перегрузить да это то что нам нужно сделать для того чтобы откровение заработала для того чтобы бог смог нам открыть именно свои смыслы ему нужно чтобы в нас было прогружено слово божье оно должно в нас ну должно мы должны им себя пропитать поэтому ну как бы это наша такая с одной стороны рутинная работа поэтому ну не и не бывает так что всегда когда ты читаешь библию ты всегда что-то получаешь себя получаешь какое-то откровение или еще что часто ну это просто такая работа которая должна просто происходить 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 и происходить да ты впитываешь питер воспитываешь но потом мне начинается такой пример как с гуглом гугл знаете что такое поисковая система к забиваешь тоже тебе нужно найти у тебя сразу ответы высыпались не очень потому что вот все компьютеры они все равно взяли привязку из нашего как бы мозга до папочки там разные которые там лежат еще что то все это вот очень похоже на человеческий мозг на то как это работает на эти файлы которые там есть и поэтому для того чтобы google или что-то выдал нашу в этом гугле что-то там лежал правильно и уже вот за счет этих привязок и получаешь ответы которые тебя интересуют поэтому основная наша такая задача как христиан это быть прогруженными словом божьим именно со смыслами именно с целью и если это произойдет если это происходит все богу богу может с тобой работать бог может с тобой работать поэтому мы про апостола павла что прочитали помните он говорит что я откровением если начну хвалиться и начну хвалиться откровениями и бог ему сказал то что благодать моей с тебя достаточно и жалоб плоти ли дано потому я его не убираю потому что ну чтобы не возгордился чем чрезвычайностью откровений что такое чрезвычайность откровений много откровений чрезвычайно много откровений . сыпется откровение то есть да и мы почитаем Miami откровения то радость это багатство это пища это власть и так далее да это реально материальные вещи которые вот ну которые когда существенные вещи и просто какие то вот которые все не нужны это реально настоящие вещи которые наполняют жизнь человек только как человек хотел бы иметь мышь знаете что ну например ну если человек вот внутри себя да просто авторитетный как бы человек определенный склад у на видение такой не мы не обязательно иметь там погоны иметь что-то вот он просто иногда за счет своего вот авторитета внутреннего он подчиняет других людей мы не сталкивались с такими людьми часто у больших начальников у них просто вот есть вот это и куда бы он не пришел и кому бы он что не сказал все будут слушать даже не знаю что это начальник понимаете просто вот потому что он пропитан этой властью этим авторитетом она работает в его жизни она функционера понимаете мы иногда какие-то вещи даже как просто как христиане ну как просто как предприниматели до сказать да мы же хотим быть предпринимателями или хотим быть рабочими нам просто даже нужно вот эти механизмы для того чтобы добиться каких-то вещей чтобы он авторитет был какой-то да что ты говоришь правильно говоришь так все и понимаете да есть там люди которые умеют переговоры вести там грамм да просто я думаю я иногда думал ну как можно переговоры вот просто за счет умение вести переговоры добиться определенного результат потому что есть две стороны которые нужно один результат а другой нужен другой результат и эти и эти две стороны они просто вот ну не могут найти совершенно компромиссов понимаете просто нужен и есть такие люди которые добиваются про за счет переговоров нужного результат и просто за счет того что вот так другими словами развели разрулили принимают там эту позицию и принимают это решение нет как частный такой просто пример к тому что ну духовные вещи они важны они важны они есть они работают поэтому мы можем их применять на практике но они идут для меня из откровений и мы можем это вот все получить через откровение через наложите что чтобы бог нас может вырасти и так первым смотрели что когда это как получать откровение это изучать исследовать писание и бог сможет тогда через это нас как-то ввести открывая нам уже да то есть как работает дух святой тоже это одна из его работ он ему проще работать и он тебе будет просто уже напоминать эти файлы уже открывает эти файлы понимаете то есть ты интересуешься как как решить эту ситуацию как тут надо думать он тебе раз историю из библии стих нужный раз уверенность выросла понимаете на просто нужно чтобы что-то там сделать просто настроение иметь правильно и ты уже идешь и делаешь что-то просто просто так это работает иисус этого учитель да и вообще вот я вижу эту его функцию в его приходе вот к ученикам как он учил учеников как он с ними жил именно с практической точки зрения очень такие элементарные механизмы он давал помните он много притч рассказывал рассказывал притчу о сеятеле притчу там о горчичном зерне да и так далее и есть простые притчи есть сложные притчи и есть притчи которые он дал значение и сказал семя слово божье земля сердце человек птицы дьявол помните до тернии это проблемы заботы хлопоты да и так далее то есть он дал притчу а потом объяснил значение сказал как смотреть то есть он просто дадал пример и показал как его нужно решить то есть а потом что сделал там еще кучу примеров и не дал никаких решений понимаете и дал тебе возможность что что как у нас школе учат данным дают пример учитель решает его потом говорят вот есть другой пример выходе решай ученик выходит и тупит вообще потому что почему потому что просто не следил не был внимателен не зацепился вот как бы за смысл и не понял ничего про хихикал там просидел время потерял поэтому вот важно чтобы вот ну слушать понять вникать интересоваться и все и ты выходишь когда нужно берешь эту притчу и видишь уже вне смысл и можешь уже разложить и может уже достать и смотришь она тебя ободряет или сможешь она тебя как-то на место ставит или еще что-то делать да то есть вот уже на практике откровения то есть для меня вот это очень важный момент то что что делает иисус думать очень понимаете вот нам религия все время говорит не надо думать надо верить надо слушаться на послушание надо очень важно надо так то так то так это говорит религия это говорит закон а иисус говорит думать думайте я вас думать пришел научить я вам показал как это работает и он говорит то что им даны только притчи вам данные тайны царства небесного понимать он ключи ученикам давал он показывал как из писаний научиться доставать смысл как научиться пользоваться вот всей той информации теми символами теми теми смыслами которые бог заложил для того чтобы мы могли что сделать землю обетованную прийти чтобы это как бы работала чтобы нас это интересовало чтобы мы это любили потому что ну именно одну если ты будешь идти туда и делать то на самом деле то что ты любишь и никто у тебя никто тебя не сможет заставить делать то что ты не любишь это все знают временно тебя могут заставить делать то что ты не любишь и рабство тебя заставить делать то что ты не любишь да но на самом деле настоящая как бы жить это делать то что ты любишь правильно просто нужно влюбиться в хорошие вещи понимаете нужно влюбиться и это то что нас учит слово божие то что мы говорили то что я прилепился к откровениям твоим для меня откровение твои это слово твою я радуюсь как получивший великую прибыль правильно я просто вот настолько это оцениваю настолько я хочу чтобы это было настоящим как бы в моей жизни работала и действовала что ну все остальное что есть вот это вот мне тут предлагаю со стороны все эти вещи которые меня от это отвлекают они ну они меньше все да не может быть там тянут да не может быть какую-то часть моего естества там к себе притягивают до греху чуть-чуть манит тебя но иисус хочет сделать из нас учеников своих вот ученики это были те люди которые вот настолько влюбились в иисуса настолько они пошли за иисусом настолько они увидели в нем лидера на самом деле ведь они мы часто не готовы идти за иисусом эти почему потому что мы в нем лидера не видим потому что нам религия нарисовала образ такого понимаете как бы агнец да это агнец но и написано там трости не преломит вы помните да как у православных иконы выглядят давайте но я его здесь изучая писание изучая новый за я его там таким не вижу я его вижу человеком с характером человеком сильного человеком умного человеком который так отвечал там до ему задавали такие вопросы просто а вот так отвечал на эти вопросы что просто у всех ты открывается он такие проблемы решал он такие как boot и выигрывал что почему петр тоже сказал я за тобой и на темницу и на в темницу и на смерть потому что потому что за ним было н streamlined туда пошел то что он видел что тот и И бурю останавливал, и через толпу проходил, и в храме просто пришел, там все это разогнал, распинал, и никто ничего не смог сделать. Представляете, какой авторитет у человека был? Просто авторитет. А мы какого Иисуса иногда видим? Мы другого иногда видим. И вся эта проблема здесь, что мы не исследуем Писание, потому что Писание говорит о том, какой Он. И все эти образы, царь Давид, Авраам, они нам чуть-чуть, только вот чуть-чуть напоминают самого Христа, на самом деле. Потому что царь Давид, это отражение Христа, это как бы вот, да, Бог выбрал, Он говорит, нашел я мужа по сердцу моего, вот такой. И это был смелый человек, лидер, да, способный вести там за собой. Это то, что делает откровение, оно нам Христа должно открыть. Оно нам, ну, смысл должен открыть, потому что, ну, как мы можем идти за тем, кого мы не любим, кого мы не уважаем, кого мы не почитаем, понимаете? И он, помимо того, что он был еще и лидером, и таким сильным, крепким человеком, он был очень мягким человеком, очень любвеобильным человеком, очень, с которым вот просто, помните, да, какие отношения у него были с апостолом Иоанном, да? Он назван был любимым учеником, который просто вот на вечер, он просто вот склонился и голову на колени положил. Представляете, мужику, учителю, да, вот просто ему, как любил Иисуса просто, как вот он за ним готов был идти. Фарисей, злостный Павел, да, когда ему Христос открылся, и когда он тоже, ну, начал с ним вот эти вот отношения. Но у Павла было вот это преимущество, да, почему, мы говорим, изучаете Писание, почему Павел стал таким, действительно, такой машиной настоящей, духовной? Потому что он Писание в свое время, час, да, или уже 15 минут, потому что он Писание изучал, потому что он Писание в себя прогружал. Поэтому то, кто должен стать для нас Иисус, он должен для нас вот стать этим лидером, этим откровением, чтобы мы его увидели через откровение, через Слово Божие, через вникание в Писание, через личное откровение, чтобы Бог нам, нас с ним познакомил, как бы, да, и мы увидели, что это за личность вообще, и как это работает. Пятый пункт у меня вот написан, обращай внимание на вопросы своего сердца. То есть, когда читаем Библию, когда мы хотим получить откровение, я заметил, я много откровений получил через такое вот чувство, когда внутри меня сработал какой-то такой маячок, именно вот, я так, что-то тикнуло. Вот ты там читаешь или размышляешь, и вдруг раз что-то так тебя кольнуло там, я не знаю. Я это еще могу, знаете, сравнить, чем, вот если взять там ранку, да, и ты ее спиртом или йодом помажешь, и раз защипала, да, или ты просто там, да, ну, то есть, если есть что-то, ты это чувствуешь, ты туда проникает, как бы, да. И часто вот Библия, Слово Божье, оно работает так, понимаете, и мы должны быть чувствительны к тому, что судит в нас Слово Божье. То есть, с таким смыслом читать, что вот ты прочитал там притчу какую-то, историю, главу какую-то или еще что-то, и вот нужно быть вот как-то так внимательным. Не всегда это получается, но это получается. Вот иногда какой-то вот ты прочитал, и вот как что-то твое внимание зацепило, что-то, может быть, тебя укололо там, да, с чем-то, может быть, ты не согласен там, да, что-то тебе доставило какой-то дискомфорт в этом. Обращай внимание на том, именно на это, что вот доставляет тебе дискомфорт, потому что написано Слово Божье, оно как меч обоюду острого, оно проникает до разделения души и духа. То есть, и это то, что должно с нами происходить, то, что должны делать откровения, чтобы… И мы должны позволить ему это делать, потому что вот это вот разделение души и духа – это очень важный момент, главный момент. Это тоже про это, понимаете? Вот душевное оно здесь, духовное оно здесь. И у нас все это перемешано часто, и мы не готовы это отличать. Но поэтому вот когда мы читаем Слово, и когда оно проникает, и откровение оно по-настоящему, оно так раз… И в этот момент, когда оно разделяет это душевное, духовное, это может быть чуть-чуть даже больно как-то, да, чуть-чуть дискомфортно. Что-то тебя цепляет, что-то тебя провоцирует, понимаете? Я могу конкретные как бы примеры, вот как я получил какие-то откровения, но я надеюсь, что вы как бы поняли. Потому что, ну, часто ты прочитал там какую-то притчу, да, про молодого богача, например, да? Или там, я не знаю, вот я, например, вот у меня был такой пример, когда я прочитал притчу про работников-виноградники. И я как бы сам даже не замечал, вот помните там работники-виноградники, которые целый день работали, полдня работали, под вечер пришли, и вообще пришли, даже не работали, но деньги получили первые, и столько же, сколько и все последние. Понимаете? И последние, когда приходили, они так расстроились. Представьте, вот они-то знали, что, ну, их никто не обманул, их никто не кинул, но они очень сильно расстроились, из-за чего? Из-за того, что первые получили, ой, вот эти последние получили столько же. Понимаете? По сути, причин расстраиваться не было. Но я помню, когда я эту читал книгу, ну, вот эту притчу, я тоже расстраивался вместе с этими людьми. Понимаете? Я тоже, я не замечал, как это происходило, но потом, когда я смотрел, я анализировал, что я тоже с ними расстраивался, потому что, ну, действительно, как-то несправедливо, можно было бы хотя бы хоть чуть-чуть побольше, понимаете? И это вот, ну, это скрывает, это дало мне вот эти вопросы внутрь меня, чтобы я начал об этом размешать, что же меня здесь тоже так расстраивает, А что же, я тоже тогда среди вот этих людей, которые вот так вот расстроились, и как бы им потом было сказано, что первые будут последними, а последние первые. Мы же не хотим правильно быть последними. Правильно, мы же первыми хотим быть. Но вот это и есть этот принцип, потому что, ну, пока вот мы это не осознаем, что как бы, ну, важно просто быть. Понимаете? Важно просто вот быть с Богом и получать от Бога то, что у него есть для нас, а не то, что первый, там, или последний, потому что, ну, ну, нас это волнует, понимаете? Ну, нас это судит, и нам это делать какой-то дискомфорт. Поэтому вот я на этом примере просто объясняю то, что важно замечать себя, замечать. Оно судит, на самом деле. Оно говорит, Бог говорит. И оно вскрывает вот эти вот гнойнички, да? Оно дотрагивается до каких-то моментов. И если мы обратим на это внимание, если мы поразмышляем, если мы это достанем, нам в итоге станет легче, нам в итоге станет лучше, мы увидим, как бы, картину по-другому, мы сможем перестроить свои мысли, свой разум и направить себя в нужное направление. Потому что, ну, это то, что нам нужно делать. Вот у меня написано, что я говорю, читай и делай выбор. Читай и спрашивай, читай, и, может быть, даже жалуйся. То есть, ну, мы должны быть естественными, и мы должны, ну, вот именно спрашивать. То есть, ну, чем больше, на самом деле, если мы хотим много откровений, и хотим реально настоящее откровение, мы должны научиться задавать вопросы. Задавать вопросы. Реально искать, ну, так вот, так читать, чтобы у нас были вопросы. Потому что вопросы тоже, вот, знаете, не возьмутся из ниоткуда. Просто вот когда читаешь, и поэтому я себя уже последнее время, вот, сильно на этом ловлю, и хочу себя в эту сторону направлять, чтобы вот что-нибудь еще у Бога спросить, чтобы что-то еще у Бога спросить. Потому что мне очень нравится, когда Он отвечает. Понимаете? Когда Он открывает, когда Он показывает, когда Он ведет. Ну, часто для того, чтобы вот Он ответил, или проговорил, я знаю, что мне нужно. Мне вопрос нужно задать. Понимаете? Вопрос нужно задать. Этот вопрос нужно увидеть, этот вопрос нужно сформулировать, и потом задать, понимаете? Но мы часто, мы ленивы. Понимаете? Мы вот как бы духовно ленивы, мы нам, нам вот больше просто почитал, и себя успокоил, что я хороший, и я почитал. почитай с такой целью чтобы найти какой-то вопрос чтобы как-то задать вопрос я это все рассказываю не хочу же мы это по плоти практиковали дача с кучу вопросов там и так далее некоторые люди вот улетают да тоже есть такой я видел очень много таких своей жизни как примеров даже проповеди каких-то откровений до людей рассказано вот да то есть вот я делюсь ким-то откровениями человек делится каким-то красивыми откровениями часто бывает действительно очень красивые какие-то откровения трогающие цепляющие и нам всем это нравится нас цепляет и если часто хочется тоже так их получить тебя приглашают говорить и я видел людей которые начинают фантазировать откровения вот они просто настолько придумывают как дают есть таких я помню там они иногда и там поле боя нарисует и корабль какой-то и платы маленькие это ну просто такие вот такие картины развернуться сами даже не знают куда их всех потом как их потом свернуть вообще и к чему привести к какому смыслу поэтому ну откровения не могут быть похожи да на что такое красивое но они не рождаются вот сразу как картина они рождаются как смысл как что-то из чего-то когда ты достаешь и больше рождается и из такого смысла когда ты пытаешься решить какую-то проблему когда он действительно там учит какой-то вопрос когда есть какая-то задача которую нужно решить и это вот для меня самый основной мотив для получения как бы откровения то что бог тебе проговорил это что получил то это живое как бы слову свою жизнь смысл этот получил увидел что-то до что-то это именно вот ну желание как бы вот видеть эту проблему увидеть эту проблему и решать эту проблему понимаете тоже проблем на самом деле куча куча но мы не можем как будто бы я это еще сравниваю с таким понятием как поставить диагноз да вот вы знаете что помните такой фильм да этот доктор хаос я на самом деле почти не смотрел на просто я знаю про этого там да и про этого героя кем он был он был мастером ставить диагнозы и как бы вот это вот штука ставить диагноз да действительно правильно сформулировать проблему правильно сформулировать этот вопрос это очень важный как бы такой момент поэтому ну бог не даст просто так откровение тебе просто что ты ими пришел и похвалился и рассказал там и и так далее бог будет использовать тех людей которые за что-то переживают и хотят решать какие-то проблемы и для этого ищут для этого изучают этим интересуются в проект разговаривают поэтому для меня вот откровение это способы на решение проблем поэтому для того чтобы их решать нужно научиться смотреть в лицо своим проблемам смотрите ему лицо что за проблема именно вот назвать почему иисус тоже за спрашивал имя у беса потому что я здесь вижу такой смысл то что нужно вот эту проблему или по имени назвать нужно вот правильная и помните он там одном да без глухой и не мой выйдет понимаете вот он увидел что вот это без глухой и не мой и он назвал и этот вышел потом там тоже спрашивал других как зовут так-то свободно то есть для того чтобы решить проблему нужно узнать имя этой проблемы правильно и у нас могут быть мы наполнены разными проблемами но часто не видим как бы вот их не имя поэтому и не можем принести к богу и назвать это своим именем все поэтому вот молимся обо всем чем угодно но только не над решением этой проблемы еще такой один момент он такой философский мне очень нравится последнее время размышлять на вот как бы для того чтобы получать откровение вот получить это механизм да вот ученые ученые это те люди которые на самом деле проходили достигали какие-то моменты через откровение через то что они проникали в эти смыслы например знаете как менделеев получил свою таблицу как да ладно вот вы хоть почитали сначала понимаете потому что во сне это легенда а если ты почитаешь то как он это все сделал это 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 было мучение это было страдание это был тяжкий труд понимать это было долгое размышление и он это просто потом сказал что вот это все как бы во сне пришло но он просто вот ну днями и ночами он об этом размышлял он это выстраивал он об этом думал и до него это уже что-то пытались создать но там он использовал такой механизм как там знаете в чем смысл там вот периодическая система знаете да и там вот эта зависимость то что он все выстроил по определенному порядку там зависимость от массы валентности какие-то и и там еще есть молекулярных молекулярная масса валентности все это вот потом все сошлось но почему у него долго не получалось знаете почему потому что массы некоторых элементов на тот момент были неправильно вымерены не было вот такой точных измерений и они некоторые были взяты на бум и уже люди на этим на этом стояли то есть соответственно у него очень долго ничего не получалось потому что были ошибки были ошибки и он не мог это доказать но он предположил что вот по идее это должно выглядеть вот так и помните он там были такие места что он придумал эти элементы без дал только название на элементов еще не было скажет вот здесь должен быть вот здесь должен быть вот здесь должен быть и он так это все сделал и потом помню через много лет их нашли на самом деле нашли ставили там и и так далее есть еще даже которые не нашли вроде которые которые есть но смысл такой что он просто как-то не знаю как искать чудесут написал то есть он придумал как как бы это могло выглядеть то есть он постарался представить это уже как бы в работающем варианте да вот в конечном таком варианте это было ну это противоречило многим здравым смыслом но он это взял и так поставил и потом когда перемирили массы все сошлось уже через какое-то время то есть он выглядит выдвинул вот эту вот даже взял это несовершенство выдвинул эту гипотезу да и попытался в нее как бы вот поверить и убедить да потому что вот должно быть так вы выявил эту закономерность да то есть то есть он не пришел к этому постепенно а уже взял как бы готовое и попытался вот в это поверить что я здесь хочу сказать вообще я вот так вот закрутил потому что ну я просто в чё верю то что мы просто не там где мы должны находиться понимать то что просто что-то неправильно работает мы что-то неправильно усвоили мы что-то неправильно взвесили мы где-то неправильно что-то услышали стоим на каких-то таких вот моментах которые просто нужно исправить и и не так исправить как ты все представляешь потому что как он все там вот это представлял для меня вот этого да там не исправлялась и мы часто вот мы в своей жизни так вот свою жизнь взяли и держим вот так что вот это вот это что есть то как должно быть нарисуй картину для себя как бы ты хотел для чего бог нас создал вот если бог совершенный разве он не хочет мы были счастливы чтобы мы были здоровы чтобы мы были умные до чтобы мы жили как бы в мире в понимании так далее или или вот этот хаос который у нас часто происходит вокруг нас происходит это та норма которую бог создал я хочу поверить в то что бог хочет сделать что-то и для меня вот этот стих который бог говорит то что новый завет который вложу напишу на сердцах и на умах и написано не будет уже ближний учить ближнего своего но все от мало до великого узнать меня мы верим вообще что это возможно на этой земле или нет или это написано только про то как на небе должно вот если верить в это постепенно и исходя из того что мы видим сейчас это невозможно но если бог он это задумал и просто наша задача многие вещи ну правильно понять правильно осмыслить что-то изменить что-то как бы освоить и увязать то что сейчас не увязана в этой жизни в этом мире мы церковь часто про его воевала и воюет против здравого смысла против науки против там многих вещей но потом мы видим что мы принимаем и мы приняли что и земля круглая и что вокруг солнца крутится но когда-то это не вмещалось наш разум поэтому есть еще один очень хороший стих восьмой главе написан в римлянам когда павел говорит то что вся тварь совокупно стенает и мучиться даны все творение она стенает и мучиться до даны до чего и написано что что и бы тварь ожидает с надеждой ожидает чего чего тварь с надежды ожидает откровение откровение сынов божьих поймать я просто вот ну как хочу в это верить хочу в это верить в эту мечту как будто бы вот ну знаете можем так сказать ну раз две тысячи лет она ничего не произошло ничего не изменилось вроде как и и мы тут здесь причем также умрем как наши отцы все умирали не знаю а вдруг откроется а вдруг откроется вдруг мы придем в это откровение как сыны божьи понимаете коту которого откровение ожидает все творение весь мир мусульмане ожидают понимаете вы понимаете вы ведь в этой ленин вы дальше мусульмане они ну тоже стенают и мучиться потому что ну их когда то вот обязали быть мусульманами этом разделить вот эту ложь их засунули тогда что есть такая религия есть такая религия и такая религия дело вообще не в религии дело в смысле дело в сути дело в откровении на самом деле и это как бы не детский сад это то во что я на самом деле верю почему я это сказал потому что я с Менделеева это моя мечта я просто хочу поверить что Павел это сказал и это слово Божье сказал и не просто так сказал то что на самом деле существует Определенная точка В которую человек должен прийти Существует определенный образ Познания, мышления В которое мы должны прийти Мы уже как люди Мы развились очень сильно С точки зрения физики, химии И так далее Мы уже в такие вещи Нам такие вещи открылись Мы уже так это все освоили А духовный мир Как в средневековье живем Понимаете? Какие-то обряды, традиции и так далее Бог это не обряды, не традиции Бог это смысл Бог это истина Бог это жизнь сама Есть определенные моменты Которые он хочет нам открыть Это то, что моя мечта Мы далеко от этого находимся Но не факт, что мы туда не сможем попасть Давайте я вам еще один стих прочитаю Который я хотел прочитать Я понимаю, что мы долго, но куда деваться? Я уже просто не хочу это на следующий раз оставлять Языкиль, 43 глава Солнце 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 50 стиха Ты и сын человеческий Возвести 43 глава языке 50 стиха Ты и сын человеческий Возвести Дома Израиля О храме сел Чтобы они устыдились беззаконий своих И чтобы сняли с него меру И если они устыдятся всего того, что делали То покажи им вид храма И расположение его И выходы его И входы его И все очертания его И все уставы его И все образы его И все законы его И напиши при глазах их Чтобы они сохраняли все очертания его И все уставы его И поступали по ним И написано дальше Вот закон храма На вершине горы Все пространство его Вокруг Святое святых Вот закон храма То есть Меня здесь очень трогает Это то, что Меня чуть-чуть вдохновляет Говорить об этом Что здесь написано Что ты сын человеческий Ты покажи людям Чтобы сняли с него меру Чтобы поняли Чтобы Покажи им виды храма Расположения И входы и выходы И все очертания И все уставы И все образы И все законы И напиши при глазах Чтобы они сохраняли очертания И все уставы И поступали по ним То, что чем мы занимались Здесь Как бы вот Три учения Что мы изучали храм Изучали себя Храм это мы Это наша духовная жизнь Библия нам его открывает Иисус Христос нас приводит В это святой святых И написано Что закон храма Тот, который у Бога Настоящий закон храма Что все место На горе Это святой святых То есть святой святых Это не что-то маленькое А это На самом деле Там все святой святых Написано Это закон храма Дальше сами Дальше сами Эти смыслы Что здесь Бог хочет сказать Комментировать особо Не хочу И Чтобы закончить Хочу еще раз напомнить вам О том, что выход из пустыни Был Через Ардан Через смерть Через То, что река Раступилась Его взяли Священники Ковчег откровения Вошли в реку И река растворилась Что здесь нам Бог хочет сказать? Я верю, что Бог нам это именно и хочет сказать То, что мы здесь занимаемся То, что я верю Что откровение Откровение Должно вывести нас из пустыни Откровение Должно Провести нас Через этот смысл смерти Через Эту грань То, куда Не может Живой человек Пройти Через вот Ну все Нельзя было туда Как бы пройти Это символ смерти Но они Как только написано Эти люди туда вошли Вода раступилась И там еще Очень важный момент Был такой Что Пускай они пойдут И когда пошли Эти священники Да Было сказано Ну народ Пускай идет На определенном расстоянии Подальше Чтобы народ Видел Путь По которому Ему идти То есть Там не было такого Что все взяли И вся толпа сразу пошла Был такой символизм Что как бы Это откровение Оно как бы удалилось Чтобы все Видели Как бы это движется Какой здесь В этом смысл Ну я Вижу здесь смысл Я понимаю смысл То что Чему я вас Учу здесь Да Уже несколько Дней Там да И мы будем Продолжать учить Это не заработает Сразу Понимаете Это должно Отдалиться Да Должно пройти Какое-то Время Для того Чтобы Это начало Работать Для того Чтобы Вот эти Смыслы Пришли Для того Чтобы Там написано Для чего Откровение Должно пойти Немного Впереди Понимаете Для того Чтобы народ Видел путь Откровение Идет Чуть Чуть Быстрее Те вещи Которые Ты здесь Слышишь То понимание Которое Я пытаюсь Тебе Передать Я уверен Что ты Понимаешь Что я Искренне И говорю Правильные Вещи То Что ты Сейчас Не можешь Это Вместить Все То Что Это Для тебя Является Может быть Где-то Это Даже Больно Делает Где-то Еще Что-то Может Где-то Глупостью Какой Кажется Или Вообще Когда Бредом Каким Дам Временами Это Может Казаться Не Обращай На Это Внимание Просто Я Тут Вопрос Веры То Что Чувствуешь Ты Или Нет Что Что То Есть Настоящее Что Твоя Жизнь Это Не Просто Вот Как Человек Это Такое Животное Которое Просто На Этой Земле Появилось Чтобы Пожить Поесть Попить Потомство После Себя Оставить И Просто Опять Умереть И все Как Все Живут Я Не Хочу В Это Верить И Не Просто Не Хочу Это Верить Я Еще Это Изучаю И Нахожу Что Это Не Так Нахожу Что Это Не Так И Это Моя Внутренняя Жизнь Она Как Бы Живая Поэтому Я Вам Всем Этого Желаю Чтобы Откровение Оно Ужило Опять Я Знаю Здесь Есть Люди Которые Шли И Которые Остановились И Я Верю В То Что Многие Останавливаются Не Потому Что Они Плохие И У Н Что Не Получилось Я Сам Много Раз Остановился Вот Как То Бог Делает Так Что Я Не Останавливаюсь Продолжаю Но Не Важно Остановки Важно Осознание И Продолжение Своего Пути Потому Что В Пустыне Остановиться Или Даже Для Меня Вернуться В Египет Это Не Небольшой Грех На Самом Деле Не Что Такое Поэтому Наша Задача Сюда Попасть Откровение Оно Уже Пошло Оно Уже Зашло В воду Река Уже Раступилась Иисус Уже Все Сделал Понимаете Надо Просто Научиться Этим Пользоваться Вы Вытащить Эти Смыслы И Пойти Сколько У нас Время Безус Есть А Ну Нормально 20 минут Поэтому Все Таки Мы 20 минут Помолимся И Если Кто Кто Хочет Можете Встать И Мы За Вас Помолимся Или Поднять Руку Мы Подойдем Для Того Чтобы Если Ты хочешь Чтобы Пришло Обновление Чтобы Откровение Заработало Что Тебе Нужна Помощь Молитвенная Что Ты Может Сам Не Знаешь Что Попросить Как Попросить Я Просто Верю Что Бог Он Живой Бог Он Работает И Это Его Желание Нас Туда Привезти Все